Дорогие, всем привет! С вами снова Татьяна Беспалова. Мы с вами на Соловецких островах. Я пока планирую здесь еще провести несколько дней. Поэтому, если есть какие-то дополнительные вопросики, а сегодняшние наши вопросы будут касательно всяких бытовых моментов, всякой разной нужды, которая нам всем людям, живым существам нужна. Если я что-то не озвучу, забуду, я могу потом вам рассказать. Либо, если я это не расскажу вовсе, а вы собираетесь ехать сюда, планируете, вы можете написать их мне в Телеграм. Ссылка на Телеграм есть под моими видео. И я постараюсь вам ответить, пока я здесь, узнать, разузнать все по тем моментам, которые вас интересуют. Сейчас вы видите, что я стою в таком вот плаще. Буквально недавно нам было очень жарко, мы разделись с кофты, жилетки, все поснимали. То есть, к чему я все это говорю? Погода очень и очень переменчивая. Это Питер, даже еще, наверное, круче. Просто может светить солнце, ничего не предвещает беды. Хлоп, две минуты, все затащило, затянуло тучами, все и полило ливень. На климат названных островов влияет тот факт, что больше половины циклонов, которые идут через север европейской части России, над этими островами также проходят. Поэтому погода очень переменчивая. Даже, мне кажется, в течение этого получаса вы заметили, как набежала тучка, пролился небольшой дождичек, тучка умчалась. И вот постоянно такие перемены в погоде мы наблюдаем. И поэтому климат достаточно суровый. И вот так без остановки. Ты только снимаешь вот этот плащ-дождевик, все сняла, и буквально проходит 5-10 минут. Как бы, ну, казалось бы, все уже, все рассеялось и опять ливануло. И вот эта история, она бесконечно здесь. Мы все ждем какую-то хорошую погоду, когда же будет постоянно светить солнце. Но как бы такой погоды мы пока тут не видали. У нас постоянно какая-то серость. Солнце выходит ненадолго, иногда радует нас, слава богу, хотя бы это вообще бывает. Иначе это выглядело бы достаточно все мрачно. А такую красоту не хотелось бы так омрачать. Ну и что? Сейчас я стою, позади меня виден монастырский комплекс. И он хорошо виден как раз с той зоны кемпинга, которая здесь есть. Пойдемте, пройдемте по кемпингу и чуть-чуть про него поговорим. То есть мы вот приехали и ходили, бродили, выбирали себе место. А где же мы будем жить? А есть леса в более открытых пространствах, как вот это поле. И с него прям как раз с этим вы живете и видите монастырь. По-моему, супер вообще. И есть более такие глубокие вот в тех лесах-пустах. Возле любого места для кемпинга есть уже местечко, где можете разводить костер. Вы приедете, увидите табличку, что открытого огня здесь не должно быть. Костер разводить нельзя. Вот, что якобы на земле. Но там вокруг земли как бы просто на каждом земле лежат несколько камушков. И там, где камушки лежат, вы понимаете, что там-то костерочек на самом деле разводить можно. Поэтому, когда вы приедете, не расстраивайтесь. Вот это вот костер нельзя. Я же приехала с палатками. Все можно, шеф. Так, сейчас разворачиваю камеру и показываю, что есть. А идти вот до сюда, до этой зоны кемпинга далеко не надо. Нас пугали. Там два с половиной, два километра, полтора километра. Слушайте, ну километр максимум мы прошли. Вот этот парчик мне очень нравится. У них так все уютно, так все добротно. Прямо проходишь мимо, душа радуется. Очень классно люди проводят время. Вот есть взрослые люди, которые умеют все обустроить и провести время намного лучше, чем любая молодежь, которая приезжает. Так, значит, вот открытые площадочки, наш кемпинг там. Я потом вам покажу наше место, локации. То есть вот и оттуда вы пришли, грубо говоря. Вот там порт. Вы приехали, щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи, такого вот круголя дали сюда, 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 сюда и пошли. Если вы вообще не в кемпинге, если вы не с палаткой. Вчера посмотрела, сколько стоит, ну вообще жилье. Есть вот гостиница. Сейчас я вам расскажу, сколько это стоит. Гостиница будет для вас один человек, минималка 3,600. За двоих вы минимум дадите 4,800 в сутки. Это самые-самые дешевые варианты. Все остальное это 6, 7, 8, 10 и, короче, ценный космос потолок. Поэтому, не знаю, по-моему, с палаточкой неплохо. И тем более я вам буду рассказывать, как с палаточкой тут можно выжить и где чего найти. Вот тот вот домик. Я сама мне ни разу не была. Там сейчас заряжается мой пауэрбанк. Наш старший вот туда отнесла. И сказала, что вот всякие штучки души, бани можно вон там показать. Я в них еще не была, потому что погода такая холодная. Знаете, что вот я не представляю, как потом с мокрыми волосами вообще вот, ну, выходить и бродить, и спать. В общем, и так все уже с соплями. Поэтому в душ я на им пойду. Завтра, завтра. Ага, завтра в 6 утра выезжаем. Короче, я всем бы сказала правду, что я практически не моюсь. У меня есть влажные салфетки, друзья. Пока так. Любимый, я не знаю, что с моим телефоном. Фишка в том, что я нажала на что-то, чтобы... Я не знаю, что я нажала, короче. Но перед всего вот такой вот мутный снимает, и я не понимаю, что этим делать. Хотя вот это вот видео, оно даже как бы в тему, потому что только вышло из душа. И такой вот все мутный, как раз как будто, знаете, телефон был вместе со мной, запотел. И я делюсь впечатлениями. В общем, я сейчас помылась в душ, и время вечер. Я думаю, включу это в репортаж. Очень классный душ, просто обалденнейший. Знаете, на улице прохладно, и тебя это смущает. Ты думаешь, что сейчас выйдешь, такая вся мокрая. И, в общем, там что-то тебе будет некомфортно. Вообще не бойтесь, душ, кипяток, ты там так согреваешься. Сейчас плюс я голову посушу. Есть отдельная услуга фен за 100 рублей. Можно посушить голову, и вообще, ты знаешь, как здорово. Там занавесочка так, ну, я вам сейчас... Там просто люди моются, неудобно идти. Когда я пришла, я была одна, она была сразу заснять. Такие кабиночки классные, такие все деревянники. Ты заходишь, вещи свои вешаешь, потом такая занавесочка щик, закрылся и моешься. Вода прям горячая, такой классный. Слышишь, как чайки летают. Потом занавеску открываешь, такой пар. Там сверху такая, знаете, такая просто такая вот щель, как бы ты видишь, прям небо. Открываешь занавеску, и так вот этот пар ткущих туда, видишь, небо, голубые облака, чайки летают. И тебе прям жарко, тебе не холодно совсем. В общем, я себя чувствую такой чистенькой, с легким паром. Мне такая довольная. А с камерой надо разобраться. Еще столько всего впереди. Слушайте, сам будет так снимать. Это что мне с этим делать-то? Собственно говоря, вот, дорогие, за углом вот такой вот душ. Вот кабиночки, то пространство, про которое я вам говорила. Все, вещички свои вон там повесили, шторочку убрали. Все, и прекрасно моете. Сейчас, видите, час пик, о, пар летит, смотрите, красота. Вот, все, всем рекомендую. Мне прям очень понравилось. Чувствую себя просто великолепно. Это местечко прикольное, чтобы поесть. Вот так. Здесь сидишь, кушаешь, и прям смотришь на все вот это прекрасное великолепие. На весь этот комплекс. Так, значит, здесь зона отдыха, там, где палатки можете поставить. Вон там, в кустах туалет, мы до него дойдем. Надо вас морально к этому подготовить сначала. Так, ну и вот там нам обещают душ, баню и подзарядку телефонов. И как раз узнаем, сколько стоит остановиться палаткой. А что по душу? Пугали бы, что будет только холодная вода. Давай приближу чуть-чуть. Нет, вода не только холодная. Есть горячий душ, как нам пообещали, тепленький. Стоит 200 рублей один раз помыться. Подзарядить телефон сейчас 2024 год, август месяц. Подзарядить телефон стоит без разницы пауэрбанк что-либо до полного заряда 150 рублей. Ох, как мне эти чайки тут повсюду нравятся. Также есть банька. Банька стоит 3000. Не помню, сколько времени, то ли там 2 часа, но что-то такое, это ограниченное количество времени. Стоит 3000. До 10 человек может туда попасть. Вот так. Ну, то есть там скинулись, если вас много. По 300, да? Если меньше, там, не знаю, по 500, если у вас 6 человек. И пошли прям так по-человечески помылись. Мы планируем это сделать. О, какая теплевая кухня. Так, царская баня. О, вот в царской бане пошли и по-человечески помылись. Вот, Нана. Мы сейчас идем туда. И все поподробнее как раз с вами и узнаем, что к чему. Что к чему, что к чему. Так. Видите, все рядом с лагерем. Туалет еще поближе, но мы на обратном пути с вами вернемся. Так, вот здесь администратор. Администраторам можно, когда все спросить. Все рядом с палаточками. Душ, зарядка, аккумуляторов. Велопрокат, опять же, тут же есть. Все в одном месте. И так же мы видим объявление. Продается домашнее молоко и творог. Видите, как все классно. Все супер. Так, вот, смотрите. Стоимость уже висит. Мы можем... Здравствуйте. Все узнать прямо здесь. Так, размещение на территории городка. Палаточного городка один билет 990 рублей. Грубо говоря, это же нет, какая-то сумма. А можете сказать, какая-то сумма? Вот здесь написано. Вот это. 900. Размещение на территории... Да, вот что это... Нет, спросите лучше администратора. Просто все понятно. Вот бесплатно, т-т-т-т-т, это понятно. Дети в сопровождении взрослых 300 рублей в сутки, а вот это вот... 400, это должно было. Да, потому что похоже на 990. Я поэтому сейчас людей напугаю. Так, размещение на территории палаточного городка в течение суток 400 рублей. Вот я с палаткой приехала со своей, да, чтобы люди знали, видео снимаю. 400 рублей в сутки у вас палатка. Все же лучше, чем 3600, да, минимальный номер в гостинице. Так, что у нас за помыться? Вот, зарядка мобильного телефона, все остальные приборы в зависимости от емкости. От 50 до 100 рублей. Видите, мне сказали 150. Не 150, да, от 50 до 100? 50 телефончик, а зарядная устройство от емкости. 50 телефон, то есть пауэрбак за 100 рублей можно зарядить. Если он 10 тысяч, если он 20 тысяч, значит 200. Ага, вот, все понятно. Душ по времени 10 минут, 200 рублей. Сильно не расслабишься, но помыться можно успеть. Так, баня 1 час до 10 человек, час 3 тысячи рублей. Велопрокат, так, час 50 рублей. Вот это, вот смотрите, вот это вот. Как даем на день по 500? А, на день по 500 рублей, то есть. Так, час не связывается здесь с часом, день 500. 500 рублей, по-моему, вот это вообще нормальная сумма. А какой-то залог надо оставлять? Ну, это для тех, кто живет, да? Ну, тоже там пришла течка, набрала велосипед. А, то есть если ты живешь, ты пришел, то есть там паспорт 5 тысяч, там типа ля не надо оставлять, да? Нет, мне бы ничего без золого. Вот, 500 рублей и все, и поехали, класс. Остров большой, есть что посмотреть, даже есть пляж Малибу, мы с вами до него доберемся. Так, прокат спального мешка есть 100 рублей сутки, супер, друзья, можно не тащить. Прокат пенки, коврик 50 рублей сутки. То есть в целом, даже если вы, чтобы вам не тащить, ага, прокат палатки 300 рублей сутки. 300 плюс 400, это если мы ничего не тащим, но в гостинице не живем. 700 рублей, 800, 850. Какой-нибудь пледик взяли, все, у вас готовое жилье в сутки, 850 рублей, но вы живете в палатке. Это не 3600, друзья, это супер, это супер. То есть вы можете даже не тащить и не закупаться, и у вас все равно получится прекрасный отдых. Но здесь еще информация, в общем, я не буду ее озвучивать, можете вот здесь вот ее прочитать. Экскурсии, у нас все это будет, поэтому я вот смотрите, вот можете почитать про экскурсии, поинтересоваться, что это да где. Самостоятельно. Можете даже заранее позвонить, вот, пожалуйста, номер капитана Александра здесь висит. Вот, ну и все, заходите в этот домик, всю эту историю оформляете. Вот, очень люди нехорошо, люди даже с Печкой живут. Я думала, это Печка, я хотела сказать, даже с Печкой живут, как вы любите в деревне. Не с Печкой. И прекрасная девушка, как вас зовут? Людмила Сергеевна. Вот, Людмила Сергеевна все вам оформит. Спасибо вам, Людмила Сергеевна, за дополнительную информацию. Мы пошли дальше. Так, ну и вот царская баня. Вот, банька, которую мы говорили. Вот, на-на. Все, красотища, красота. Пошлите дальше. Покушать можно. А, и покушать можно? А что, почем? Комплекс заказывать. Комплекс 500 рублей. Вот, комплекс 500 рублей. Все, то есть там и салатцы, суп, горячее. А что-нибудь сладкое будет, нет? Ну, заказывать плюшки. Плюшки, вот это тоже 500 рублей все равно будет. Заказывать плюшки, мы все делаем. И все это будет 500 рублей. Вообще супер. Плюшки, ватрушки отдельно. А салатик, супчик, что-то покушать? Комплекс, да. Комплекс 500 рублей. Супер, спасибо огромное. Все, хорошего вам здоровья, бизнеса, процветания и всего-всего. Побольше людей. Спасибо. Так, все, идем дальше. Так, не буду терять времени. Слюньки текут такие голодные. Мы с экскурсии. И сейчас нам варят там чечевичный супчик на костре. Вот. Мы его поедим и плывем куда-то. Плывем на катере. Я не знаю куда. Вот, сильно не интересуюсь. Я вообще люблю сюрпризы. Нам главное знать время, куда мы стартуем. Дальше я беру камеру у вас и мы вперед. Так, сейчас иду. Иду показывать вам туалет. И давайте пока иду показывать туалет. Расскажу вам по поводу воды. Не знаю, дойду до родника или нет. Может тоже не буду обещать. Короче, если дойду, вмонтирую. Фишка в чем? Тут рядом есть родник. Вот. Получается ориентировочно. Вы его увидите за тем домиком, где мы сейчас всем интересовались. Только ближе к аэропорту. Вот за палаточным городком, комплексом, кемпингом. Такая решетка. И за этой решеткой приоритетически летают самолетики. Маленькие. Которые доставляют на остров сюда людей. И с острова тоже. Вот. И это не шумно, это не страшно. Они редко летают. Не переживайте. Вот. И вот в сторону этого аэропорта идешь от того домика ориентировочно. Просто по прямой через лес. Ну, либо вот здесь по этой дорожке. Сейчас я покажу. Вот здесь проходишь. Там есть родник. Смотрите. Знаете, у меня родник остается. Родник, чистейшая вода. Мы пошли когда первый раз за водой. Конечно, прибалдели. Ты наливаешь ее в баклажку. Она просто такого желтого цвета. Какого-то желтого-зеленого. Но меня вообще не впечатлило, если честно. Ей даже зубы не чищу. Мне страшно. Я вам сейчас расскажу, какой есть выход с зубами. И все такое. То есть мы ее кипятим, конечно. Не что-то готовим на свой страх и риск. Приближаемся к туалетам. Держитесь. Так. Те, кто едят, не ешьте. Так. В общем, с водой расскажу, что делать потом. Туалеты. Вот, видите. Вот палатки. Вот уже туалет. Все рядом. Вот вот эти деревянные кабиночки. С дыдочкой. С дыдочкой. Это туалет. Так. Красная дорожка. Проваливаешься сквозь досочки. Главное не упасть. Весьма скользко. И подходишь туалетикам к нашим. Я надеюсь, что вы не собираетесь есть. И вы при этом сыты. Да. И не во время еды не смотрите. Короче, вы меня поняли, что я имею в виду. Пришли мы. Вот туалеты. Что? Не попал? Смети в яму. Вот это да. Где-то я только что с вами первый раз увидела. В общем, вот эти вот просто полный трэш. Даже не буду сама заходить, потому что у меня сейчас обед. Вот. Всегда ходите, если будете жить здесь. Грибочки. Если будете жить здесь, вот в эти в дальние. Тут, конечно, вы не только слышите, но можете еще увидеть друг друга. Но не так все трэшово внутри. Сейчас, думаю, когда-то все вот это обойти. Пара-пара-папам. Так. Ладно, все нормально. Это меня сильно не убьет аппетит. Короче, заходишь, видишь дыру. Ба-ба-ба-бам. В стене тоже видишь дыру. Говоришь соседу. Ай. Как дела? Как жизнь? Как отдых? Масса паутины. Здесь также предусмотрена вентиляция. Все прекрасно. В саму дыру не полезен, друзья. Там с этим все понятно. В общем, это туалет. Ну, конечно, бумаги, в котором никогда нет. То есть бумага обязательно с собой. Вы понимаете, да? Что никакой бумаги вы там не найдете никогда. Так. Это бы нас опечалило, конечно, такой туалет, я вам скажу. Опечалило серьезно. Вплоть до того, что надо пить меньше воды. Перед ночью лучше вообще не пить. Но вообще, знаете, стрёмно идти вот так вот с фонарем. Ну, как бы из лагеря сюда. Неизвестно, кого ты там встретишь. И вообще все люди разные. Тот тут и прибухивает, смотрит, наверное, нормально на этом острове. В общем, как-то не хотелось бы. На ночью уже никто не пьет. Старается ни чай, ни чё, чтобы просто в туалет не ходить. Вот. На шуль, как все люди воспитаны. Не хотелось бы возле палаточки, где люди живут, да, присаживаться. Каждый так присядет. Потом вонище будет страшное. Вот. Ну, как бы, да. Пьем меньше. Вот. Вот, вот, вот. Ориентир. Вот туда прямо идете, прямо, прямо, прямо. Потом направо. И там родник. Там родник. Вот. Что же сделать с туалетами? Грустили мы, грустили. Но выход есть и в плане воды, и в плане туалета. Сейчас время посмотрю. Время, время, у нас обеда. Я смотрю, там уже слышу голоса наших, зашуршали, чувствую, что там есть начали. Так, тогда сейчас чечевичный супчик, а потом продолжим с туалетом и с водой. Окей, ушки? Пойдемте, покажу вам тут палаточные лагеря наши. Сейчас до нашего дойдем. Вот это, знаете, он просто вот травит душу нам. Вот этот вот лагерь, это просто номер один. У них так все четенько, у них так все нарядненько. Это просто, знаете, так отрасно на фоне нас, что иногда прям даже грустим, поэтому котелочки все стоят. Вечером они играют на гитарах, бардовские песни. Вот там вот у них там все это варится, жарится. Вон там у них кострище. Короче, ладно, все понятно. Все у них клевенько, вообще четенько. Здесь очень-очень много людей, там у них продукты, все так на своих местах. Я думаю, что они очень надолго сюда приехали. Либо они, ну, очень-очень собранные люди, прям. У которых, ну, действительно большой опыт. Все у них очень-очень классненько. Но мы идем в наш лагерь, более скромный, но к нам и любимый. Куда нам деваться? Нам деваться уже некуда. Куда мы с подводной лодки? А, моя миска, прям там. Еще бы чуть-чуть и без супа осталось бы, да? А, блин, вы мясо кладете, а я миску не оставила, сорян. Сорян, сорян. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я так не играю. Я мяса не хочу, не хочу мяса. Оба-на, все. Оба-на, все. Пожалуйста, пожалуйста, моя мисочка. А, что ты такую миску не делала? Ой, все одинаковые, реально. Нет, моя большая. Я вот, видно, что люблю поесть, да? А, я все налью. Да? Ой, мне еще и первый. И кто был последним, стал первым. Видите, последняя пришла, первая нальет. Еще одной миски не хватает. Вот, амали без мяса. Все равно не хватает. Крутяк. Это наш чечевичный суп. Елена Батикова наварила. Видите, какой красивый, нарядный, ароматный. С дымком. Даже чай с дымком, знаете, как вкусно. Просто огонь. Где твоя смешка? Да, у тебя. Мммм. Обед, обед. Все, друзья, до встречи. Слюньки текут. Будем есть. А, я же вам палаточку не показала. Погодьте. В общем, здесь наш стол. Наш шатер. Мой суп. Оба-на. Так, спасибо, спасибо. Так, здесь палаточка моя. Там палаточки другие. Вот. Все, я есть. Я есть. Я есть. Я есть. Папочки. Ну что, продолжаем разговор. У меня 10% заряда. Сейчас бегу как раз, где мы с вами были, туда с зарядным блоком своим. Чтобы продолжать путешествие и снимать дальше для вас. Так. На чем мы остановились? А, кстати, погода. Смотрите, вот сейчас я иду, и мне уже жарко. То я была в пуховой еще жилетке сверху, в дождевике, и мне было холодно. Прошло 15 минут. Мы поели суп. Я, конечно, понятно, что согрела за счет того, что я покушала, да. Был просто обалденнейший чечевичный суп. Наивкуснейший. На костре, знаете, все с дымком. Супчик, чай, кофе. Это прям вот этот аромат дымка. Это, конечно, такая фишечка необыкновенная. На чем мы с вами остановились? На туалете и воде. Блин, уже подхожу. В общем, вот там вот где монастырь. Там... Господи, я просто иду сейчас осмысливаю то, что я сказала слово «блин». Такая уже, знаете, какая... Как будто я не репортаж снимаю, а такая со своими разговариваю. В общем, там есть монастырская трапезная. И вот в этой монастырской трапезной офигенный туалет. Всегда есть туалетная бумага, вода из-под крана через фильтр. Вообще такая проходит, знаете, такая прям вот нежная-нежная, отличная, шикарная вода. Вот. Я там наливаю себе воду, чтобы очистить зубы. Влагерь приношу, потому что я не хочу с этого родника очистить этой водой. Вот. Хожу там в туалет, поняли, да, по какому. Вот. Ну, потому что меня не заставишь вот сюда вот пойти. Вот. Там все, то есть, супер-пупер комфортно. Идти от лагеря? Ну, 10 минут это максимум. Вот. Ну, то есть, можно за минут за 7-8 дойти. Собственно говоря, там же стоят термопоты с горячей водой. Вот. Я с ним подошла, спросила. То есть, там не то, что там у них ворует кипяток. Я говорю, можно у вас кипятка налить в термос или нет? Они сказали, да, без проблем. Поэтому у вас нет, если там костра не успели скипятить чай, сильно хочется кофе, либо, ну, газовая эта штука закончилась, баллончик с газом, может спокойно пойти туда, и вам разрешат налить в термос кипятка. Это не значит, что надо этим злоупотреблять, и все, теперь значит, просто я знаю, что там есть кипяток, да, ходить наливать. Нет. Но на крайний случай этот вариант очень и очень удобен. Мне кажется, я неровную повязочку одела, да? Не ровненько. Ну, такие дела, делишки. Что я вам еще хотела сказать? А, по поводу того, как одеваться. Обязательно берите теплые вещи. Сейчас просто я думаю, потом вам договариваюсь, чтобы ничего не забыть-то вам важного. Потому что мы сейчас опаздываем уже. Опаздываем, опаздываем. Что хочется не забыть вам сказать, это то, что берите обязательно с собой теплые вещи. То есть, вот сейчас мне жарко, но через час мне может быть жутко холодно. Поэтому куртка по приезду, перчатки вообще, шапка обязательно. Потому что, когда ночью мы прибыли в Кеми, я думала, что я просто умру от холода, мне одрожало все тело, я не могла остановиться, не расслабиться, ничего. Это был просто такой напряг. Поэтому теплые вещи вам просто необходимы. Почему я приехала неподготовленной? Потому что я не изучала сама информацию. А нам человек, кто что-то организовывал, дядя Дима наш сказал. Что здесь будет плюс 20. Ну, то есть, плюс 15-16. Но будет ощущаться как плюс 20 в связи с особенностями здешнего климата. Вот. Поэтому я чуть не умерла с холода, когда приехала. Вот, слава богу, что был плед. Я достала плед, им укуталась, в общем-то, и как-то все это пережила. Поэтому, друзья, теплые вещи обязательно. Я мечтала о варежках, шапке и теплой курсе. Ну, вот так. Мы поехали путешествовать. Если что-нибудь я еще вспомню бытовое такое, просто не хочу тут в спешке сейчас все это гнать. Обязательно вам еще наговорю. Если нет, значит загружу видос как есть. Все. На всякий случай чмоки. Ну, я вспомнила, что я забыла. Я была уверена, что я что-то забуду. Две вещи. Я вам не сказала касательно еды. Вот здесь озвучили 500 рублей комплексный обед. И дешевле в целом вы нигде особо не поедите. То есть, есть еще отель, в котором есть ресторанчик. Бизнес-ланч. Там тоже будет еда 500 рублей. Там все мясное. Там для веганов ничего не рассчитано. Но зато на Монастырской трапезной там как раз есть все на случай того, если вы не едите мясо, или вы едите только рыбу, или ничего не едите. Там очень большой выбор блюд. Только какие-то непонятки с ценообразованием. Вы знаете, мы вчера смеялись. Это фикс прайс. У нас стоят. А я уже к магазу пошла. Ладненько, будем первые. Там фикс прайс. То есть, без разницы, что это, допустим, за салат. Или суп все по 200 рублей. Нет, какой-то суп был дороже, чем 350 рублей. Ну, в общем, не суть. Уха просто зашибенная. Очень-очень вкусная. Стоит 200 рублей. Порция хорошая. Ну и в целом, чтобы, знаете, прям вот от пуза не объедаться, а просто хорошо покушать, можно съесть уху за 200 рублей. А с хлебом там кусочек 5 рублей. Кусочки маленькие, ну, грубо говоря, там, если хотите, прям на ест. Взяли 4 куска хлеба сухой. И все, у вас получается за 220 рублей. Просто вы классно поели. То есть, в целом, можно поесть дешевле, чем комплексный обед, где будет всего по чуть-чуть. Но эффект, скорее всего, будет тот же самый. Ну, мне ухи вообще вчера хватило. Я взяла еще селедку под шубой. Ну, и для меня это было ту матч, потому что я прям вот, ну, объелась конкретно. Меняем руки. Вот. Что меня удивило, что все по 200 рублей. То есть, абсолютно любой салат, допустим, там, оливье, селедка под шубой. Или просто это будут, там, помидорки с луком, или с майонезом, или яйцо под майонезом. Без разницы, что все 200 рублей. Ну, то есть, капуста с морковкой для меня должна быть дешевле точно, чем оливье, либо селедка под шубой. Но здесь такого нет. Вот, будет одинаковая цена. Все по 200. Ну, и небюджетно, конечно, потому что монастырь находится на острове. Мы привыкли, что мы можем приехать в другой монастырь и найти еду дешевле. Там, по 100 с чем-то салатики, по 100, по 150. Здесь 200, самый дешевый. А потом пирожочки здесь. Ну, как, средняя цена, я считаю, не самые дорогие. Допустим, мы ехали на вокзале там, ну, когда были остановки на поезде, да, мы выходили там всякие бабулечки по 100 рублей, продавали пирожки, которые мы брали. Но они, правда, они невероятно вкусные. До сих пор вспоминает пирожок с черник, который я ела. Не суть. А здесь пирожки получаются у нас от 60, 60, 70, 75 рублей. Ну, это очень добротно. Я сегодня купила себе пирожок с треской за 75 рублей. Он очень сытный, классный. Вот вдогоночку, потому что я суточку вот съела. Чуть попозже мы сейчас аппетитно гуляем, будем перекусывать. Я знаю, что на 10 пирожочек. Так, пирожки, да, вот все вот такие. У нас, конечно, тоже вкусные, сытные. Не столько начинки, конечно, сколько могло бы быть, но все очень классно. Ну, многим, как бы, понимаете, этот ценник не нравится. А вот в других монастырях по 30, по 40 пирожки. На других монастырях они меньше, здесь они действительно больше, здесь больше пирожки. Может быть, можно и большое найти, да, 30-40, я не знаю. Но я считаю, что для острова цена 60 рублей за пирожок. Это хорошая цена, учитывая то, каким образом им все это достается. Вот, нормальный ценник. Так, и что еще? Знаете, что самое главное надо взять с собой? Вообще самое-самое главное – это ваш позитивный настрой. Вообще просто хорошее настроение, потому что наше настроение – это вообще… Телефон-то заряжается, погодьте. Молодец, теперь заряжается. Наше настроение – это наше все. Вот, знаете, можно расстроиться, что где-то что-то неорганизовано, что твой лагерь не такой, как у других. Это как в жизни, можно сказать, там, вот, а у этого тачка лучше, а у этого одежда лучше, а у этого, там, все, знаете, как себя считают, что вот… Ну, не все, в большинстве случаев. Ой, а у этого муж лучше, или у этого и там жена лучше. Знаете, свое всегда нас как-то, ну, чаще всего меньше устраивает, и мы все равно глядим куда-то в сторону и думаем, что там лучше. Ну, да, может быть, там лучше. Ну, надо в первую очередь самим создавать свое настроение, свой уют и не смотреть сильно на кого-то. Вот, и вообще, я давно уже поняла, что самое главное – это компания, и это твое настроение, вообще сознание, где ты находишься. Вот, у нас какие бы ни были бы перипетии, какая-то неорганизованность, а у нас, вам честно скажу, ее в походе хватает. Ну, сейчас уже все налаживается. У нас как бы просто мы сбились с плана, скажем так, из-за плохой погоды. У нас все пошло с чуть-чуть комом. Вот, ну, и, конечно, все на нервах, все уставшие. Знаете, как это бывает, когда ты не спишь очень долго, тебя очень легко выбить из колеи. Ну, и так было тяжеловато. Знаете, такая нервная была обстановка первый день. Прям такие все были в напряжении. Кто-то там даже кусался практически. Вот, но потом все норм, все классно. Люди чуть выспались, а сегодня еще и поели так шикарно. Вообще все подобрели. Прям вообще все счастливы. Чего надо вкусно пожрать, да, у костра. И все будет классно. Вот. И я все это к тому, что у меня был такой опыт. Это была одна, наверное, вообще, почти всегда же самая лучшая поездка. Вот куда-то там за границу, да, там, дорогой. Если прям сильно вода куда-то не могла позволить, да, летела в Турцию, Египет. И вот как в Египте были, просто очень много классных людей приехали вообще в неклассный отель. Просто мы так ржали. Вот там, понимаете, там полный трэш, как-то очень грязная посуда колотая. Есть нечего, приходишь. Ну, вот просто трэш. Но такие люди собрались, вы же не представляете. Нам было плевать, в каком отеле мы живем. И с какой посудой мы едим. Потому что нам было так классно друг с дружкой. У нас было такое зашибенное настроение. Мы организовали себе такие экскурсии, что все это было неважно, понимаете. И вот здесь вчера, знаете, там еще одно, другое, меня кого-то не устраивает. Я думаю, да какая разница. И вот хорошо, что люди такие тоже позитивные такие. Да какая разница. Мы на Соловках. Вокруг. Красота. Чего бы там не было. Знаете, мы все вместе. Еще где-то деревянный туалет. Мы все увидели, знаете, так мы расстроились, конечно. Они такие, какая разница. Мы в таком месте. Такая красота. Где ты вообще ходишь? Я вам в том, кто-то рассказывает, что я здесь, где, как. Вы обалдеете. И это самое главное, что вы здесь и сейчас. И пускай из каждого из вас, у каждого из вас, кто поедет сюда отдыхать. Или в любое другое место. Всегда будет классная компания, классный настрой позитивный. И вообще отличное настроение. И осознание того, что главное, что вы отдыхаете. Будьте счастливы. Всех вас обнимаю, целую. А мы сейчас вот здесь, возле магазинчика, вот здесь в кафешке встречаемся. И куда-то плывем. Красивые места. Пока-пока. И еще один момент. Связь. Я повторюсь на всякий случай, если вы не видели предыдущие выпуски, где я говорила про связь. Здесь ловит МТС. Просто великолепно. Видеогрузится. У меня сейчас просто улетают на YouTube. Просто МТС здесь ловит шикарно. Говорят, что очень хорошо ловит Мегафон. Но я Мегафон не пробовала. У нас у большинства МТС. И он просто летит. Теперь все.